2012 год для многих оказался тревожным миллионы людей ожидали конец света все средства массовой информации наперебой сообщили о пророчестве жрецов древней цивилизации мая она глазила 21 декабря солнце и центр нашей галактики так называемая черная дыра окажутся на одной линии в результате чего наша планета погибнет рассматривались различные сценарии катастрофы столкновение земли с мифической блуждающей планеты не беру новый всемирный потоп вызванный резким тайным льдов в арктике антарктики одновременное пробуждение всех вулканов и наконец глобальная пандемия неведомы и неизлечимой болезни к счастью никакого убительного для нашей планеты катаклизма тогда не случилось но спустя два года из глубины веков всплыло еще одно пророчество теперь уже древних викингов в котором фигурировала новая дата апокалипсиса 22 февраля 2014 года в этот день согласно преданию на земле должна была произойти катастрофа выжить в ней предрекалась лишь паре людей для зарождения новой цивилизации и опять страхи оказались напрасными однако ученые несмотря на то что ничего не случилось отнеслись к пророчествам древних жрецов более чем серьезно пророчества конца света существуют самовозрождение цивилизации судный день для человечества предрекается с завидной регулярностью и с каждым новым столетиям предсказаний становится все больше вот только несколько самых новых дат грядущего апокалипсиса 2021 год крайний срок до которого должна произойти инверсия магнитного поля земли согласно гипотезе периодических планетарных катаклизмов в результате инверсия может погибнуть большая часть современного человечества 2036 год астероид под названием апофис приблизиться к нашей планете на такое близкое расстояние что попадет в гравитационное поле земли и врежется в нее в результате столкновения поднимется огромная океанская волна и полностью поглотит всю сушку 2060 год конец света и апокалипсис по расчету исаака ньютона дату судного дня великий английский ученый определил по зашифрованным кодом в книге библейского пророка даниила еще в 1704 году однако ньютону не удалось выяснить какие напасти ждут человечество конца этому списку нет в нем и пророчества персидского астролога абу машара и новозаветного первомученика авеля и французского алхимика нострадамуса и болгарской прорицательницы ванге все они когда-то предсказывали гибель человечества каждый назвал свою дату но самое тревожное то что о конце света всерьез заговорили ученые так чего же нам ожидать очередную мистификацию или реальную катастрофу так какие же сценарии конца света можно рассматривать всерьез ближайшая дата судного дня для всего человечества 2021 год еще в первой половине 20 столетия эдгар кейси знаменитый американский ясновидящий предрек в начале 21 века произойдет смена полюсов в арктике антарктиде произойдут смещения результатом которых будут вулканические извержения в тропическом поясе северная европа изменится в мгновение ока в западной части америки расколется земля больше половины японии погрузится в море даже участь ждет англию и большую часть италии предсказание эдгара кейси похоже начинает сбываться еще летом 1999 года ученые зафиксировали что магнитные полюса нашей планеты пришли в движение небольшие смещения регистрировались раньше но теперь этот процесс принял необратимый характер за последние годы полюс переместился более чем на 200 километров страны и находится в северной канаде примерно в тысячи километрах от географического северного полюса при этом стал неуклонно изменяться и сам климат на планете земля стала значительно теплее интересно что на протяжении четырех с половиной миллиардов лет существования земли ее полюса менялись не один раз по версии некоторых ученых это происходит потому что ледовые шапки арктики антарктиды растут тяжелее достигают критической массы и земной шар как бы опрокидывается и из-за чего в свою очередь меняется расположение его географических полюсов на 30 градусов однако четкой модели того как это происходит пока нет кувырок земли приносит невероятные силы глобальные катаклизмы одни материки опускаются под воду другие поднимаются с одна мирового океана происходит инерционное смещение морей и океанов этим можно объяснить мгновенную гибель мамонтов обитавших в северных районах аляски сибири и других территориях с умеренным климатом из-за поразительно низких температур смерть огромных животных наступила так быстро что в их желудках сохранились непереваренные остатки растительной пищи мамонты и бизоны были разорваны на части скручены так будто в ярости действовали какие-то космические силы животных просто разорвало и разбросало по местности как изделие из плетенной соломки хотя некоторые из них весили по несколько тонн со скоплением костей перемешаны деревья тоже разодраны скручены и перепутаны все это покрыто мелкозернистым плывуном впоследствии намертво замороженным что же тогда произошло может это был какой-то чудовищной силы взрыв единственным логическим выводом по мнению французского зоолога жоржа кювье может быть то что вечная мерзлота не существовала там где замерзли животные потому что при такой температуре они бы не выжили страна где обитали мамонты замерзла в тот же момент когда эти создания лишились жизни согласно сообщениям опубликованным в авторитетных научных журналах nature и new scientist последняя геомагнитная инверсия произошла около 12 тысяч лет назад именно тогда погибла легендарная атлантида была еще одна цивилизация упоминаемая в древнегреческих источниках которая также исчезла с поверхности земли и именно она согласно версиям исследователей располагалась на крайнем севере это знаменитая гиперборея райская земля с пышной растительностью присущей тропическим поясам высокоразвитой культурой людей обитавших в тех краях тогда же произошло событие описание которого дошли до нас в виде преданий о великом потопе то есть согласно предсказаниям эдгара кейси и новым выводом ученых в 2021 году может прийти так называемый конец света то есть глобальная катастрофа спровоцированная существенным сдвигом или даже сменой полюсов земли впрочем дата условно и катастрофа может случиться гораздо раньше следующая дата возможной глобальной катастрофы 2036 год судный день может случиться из-за падения на землю астероид апофис еще в середине 20 века ученые считали что одной из вероятных причин всемирного потопа могло стать столкновение земли с другим небесным телом и история нашей планеты это наглядно подтверждает в 2004 году специалист лос-аламовской лаборатории сша брюс масса провел анализ 175 легенд и мифов различных народов 40 стран мира в которых описывается глобальное стихийное бедствие приведшие к гибели многих существовавших тогда цивилизации и в большинстве этих легенд причиной апокалипсиса является огромная комета которая атакует землю интересно что в повторении такого сценария ученые долгое время не верили однако 14 июня 2002 года астероид который при столкновении мог бы уничтожить целую страну пролетел на расстоянии всего лишь 120 тысяч километров от земли а два года спустя астрономы обнаружили еще одно небесное тело с диаметром более 300 метров этот астероид названы апофисом может пройти на критически близком расстоянии от земли именно в 2036 году столкновение с ним может уничтожить все живое на нашей планете в самом конце двадцатого столетия астрономом своими глазами удалось увидеть грандиозную космическую бомбардировку сравни апокалиптической 23 марта 1993 года комета шумейки рафлеви разбившись на фрагменты атаковал и юпитер после этого всем стало ясно что земля также не застрахована от опасности самый последний тревожный звонок прозвенел 15 февраля 2013 года когда в небе над челябинском взорвалось огромное космическое тело по расчетам астрономов астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу земли на скорости более 64 тысяч километров в час спустя примерно 30 секунд небесное тело взорвалось разрушение представляло собой серию событий сопровождавшихся распространением ударных волн общее количество высвободившейся энергии составил около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте по оценкам наса это самое большое из известных небесных тел падавших на землю после тунгусского метеорита в 1908 году ударная волна от взрыва челябинского астероида дважды обогнула землю пострадал около двух тысяч человек общая сумма ущерба хозяйству составил около 1 миллиарда рублей следующую дату конца света вычислил великий английский ученый и масон исаак ньютон об этом он написал своему другу в тайном письме в 1704 году свое предположение сэр исаак основывал на библейском тексте а именно на книге пророка даниила перед своей кончиной ньютон писал библия это криптограмма в которой всемогущий зашифровал всю историю земли но в книге пророка даниила есть несколько намеков на ключи открывающие некоторые из этих тайм первооткрывателю классических законов притяжения движения и оптики удалось понять что конца света следует ожидать через 1260 лет после основания священной римской империи в западной европе то есть в 2060 году какие напасти ждут человечество ньютону выяснить не удалось однако ученые предполагают что это будет новый всемирный потоп а главная его причина глобальное потепление последнее сообщение экологов малоутешительное мощные ледники антарктиды толщиной в полтора километра разваливаются на айсберге тает лед гренландии и вечная мерзлота сибири и заполярье исчезают ледники гималаев альп тяньшанского и кавказского хребтов побиты рекорды жары за все время наблюдения за погодой причем в россии температура растет в два раза быстрее чем в среднем по планете в австралии жара обрушившаяся на континент вызвала самую сильную засуху за последние 115 лет в центре и на юге европы от аномально высоких температур горят леса высыхают водоемы гибнут люди на британских островах из-за ливневых дождей затоплены многие поселки сельскохозяйственные и промышленные территории земля приблизилась критической отметки после преодоления которой начнутся необратимые изменения окружающей нас среды кислотность мирового океана лишь за последние 20 лет увеличилась на 5 процента а концентрация углекислого газа в земной атмосфере с начала индустриальной эпохи выросла на 35 процентов при этом происходит резкое сокращение биологического разнообразия исчезают некоторые виды растений и животных согласно экспертам оон причина сегодняшних аномалий вызывающих глобальное потепление парниковый эффект заметив эту опасность еще в 1997 году был подписан киотский протокол международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу казалось бы сделано пол дела и нам теперь остается только закрыть сотню другую заводов чтобы остановить потепление но неожиданно мнение ученых разделились и многие из них заявили что промышленная деятельность человека не является причиной изменения климата на нашей планете но если технологическая деятельность нашей цивилизации не является решающим фактором глобального потепления то причины по которым она происходит сейчас и по которым она происходила в прошлом могут быть одинаковые и одно из них ученые называют солнце снимки солнечной короны сделанные во время затмения 29 марта 2007 показывают что с нашим светилом произошли явные изменения астрономы пулковской обсерватории утверждают солнце разогрелось до такой степени что наблюдается интенсивное таяние ледников на марсе специалисты национального центра атмосферных исследований сша выяснили что следующий цикл солнечной активности который уже начался в 2008 году на 50 процентов превысит по мощности последний и его пик придется на вторую половину 21 тысячелетия создается впечатление что солнце разгневалась на человечество и решила уничтожить его но имеет ли его активность прямое отношение глобальному потеплению оказывается и в этом случае ученые дают отрицательный ответ но если наше светило все-таки не участвует в сегодняшних бедах и не собирается угрожать нам в будущем то не притаилась ли где-то другая опасность о которой знали предки много тысяч лет тому назад кстати исследователям которые нашли и прочитали тайное письмо ньютона с предсказанием конца света в 2060 году до сих пор непонятно почему великий английский ученый ничего не сказал о причине апокалипсиса ведь наверняка сэр исаак смог расшифровать это в книге пророка даниила а может сценарий гибели человечества показался ему слишком жутким и фатальным возможно единственное чем упомянул ньютон это то что черной дате будут предшествовать разрушительные войны однако современная наука в состоянии предугадывать такие глобальные угрозы сейсмологи наблюдают за колебаниями земной коры благодаря чему могут за несколько часов предвидеть землетрясения метеорологи следят за температурой и ветрами чтобы предупреждать о надвигающихся бурях при современном темпе развития техники и технологий можете быть уверены ученые спрогнозируют и другие виды опасности например падение метеорита предупрежден значит вооружен подобные исследования очень важны с точки зрения безопасности человечества чем раньше мы будем знать о надвигающейся стихии тем больше у нас шансов выжить